Сегодня будет весёлая компания. Добрый вечер всем. Рады, что вы нашли время присоединиться к нашему уроку. И сегодня мы с вами будем говорить на очень животрепещущую тему, которую я выскребла по ниточкам из недельной главы Тол-Тот. Я уверена, что вы уже изучали эту недельную главу и про обманы какие-то... В общем, всё вы у нас уже знаете. Но тема денег мне показалась не полностью раскрыта на этой неделе. Поэтому сегодня мы с вами поговорим про деньги. Как делать деньги, как сохранить деньги. Добрый вечер всем. Хочешь, иди сюда. Я хочу идти. Если я у вас спрошу, во что вложить деньги для того, чтобы заработок быстрее пришёл, я уверена, что каждый из вас мне будет давать разный ответ. Вот, Элька, на. Во что вложить деньги? Вот, Задако. Задако. Правильный ответ. Больше мы не будем угадывать. Кто-то скажет, вложи в биржу деньги. Кто-то скажет, в недвижимость, потому что она всегда... И в банк. В банк. О, положи денежку в банк, чтобы был процент. Да? Кто-то скажет, оставь тебя, всё это может прогореть. С малых лет вкладывай в пенсию, и в конце у тебя будут деньги. Но есть один вариант, который точно есть кто-то, кто нам обещает обещание. То, что этот бизнес никогда не прогорит. И что это? Это ДзДК. Я, как сказал Элькана, Маасера. Мы сегодня с вами будем говорить про десятину. И целью моего сегодняшнего урока будет показать вам, как мы можем бороться с нашим ЕЦЕРАРА, для того, чтобы отдавать десятину. Я хочу понять глубинный смысл, потому что нету больше испытания, чем положить руку в карман, достать заработанные потом и кровью деньги и отдать человеку, кто для этих денег не сделал ничего. Правильно Элькана? Всевышний нам говорит, для того, чтобы разбогатеть, лёгкое правило. Вот кто-то в прошлом уроке в комментарии сказал, Одина, а ты вообще знаешь, что Всевышний хочет? Так вот, чаще всего я знаю, что Всевышний хочет, потому что об этом он пишет в нашей Торе. АСЕРУ БЕШВИЛЬШЕТИТ АШЕРУ. Отдели десятину, для того, чтобы стать богаче. И УБЫХАНУНИ НА БАЗОТ. И проверю, пожалуйста, меня в этом. Поставь меня перед экзаменом, и я этот экзамен выдержу, обещая Всевышний. Я вам хочу рассказать... Кофе? Я вам хочу рассказать одну историю. Вообще, вы заметили, что в иудаизме очень мало сказок. Нету сказки народов, мира еврейских сказок. Чаще всего это у нас хасидские истории. Почему? Да потому что не нужны нам сказки. У нас столько чудес случается, у нас столько живых историй, что не надо выдумывать каждый день и вернись вокруг, и вы увидите сценарий для какого-то рассказа, который может оказаться вообще чудесным. Так вот, одна из историй, которая, мне кажется, очень подходит для нашего урока, связана с одной знаменитой семьей в Хабаде. Ее знают все представители этой семьи. Есть в Америке, в Кварахабаде, в Израиле. Спросите любого Хабадника, знает ли он семью Дайч. И Хабадник скажет, а, Шломо, Ицхак, Мэнди, Шмэнди. Все Дайчи, они знамениты. С чего началась вот эта вот вообще особенность их семьи? Вместо того, что около 70 лет назад они репатриировались, два брата, из России в Америку. Один поехал в Коннектикут, второй поехал в, боже, я не помню куда, в Бруклин. А старший брат, Рапдовит, он основал большой бизнес, империю, которая называется Пластик Дайч. И второй Рапшалом, который основал империю, Текстиль Дайч. Чего это все началось? С того, что эти два брата приехали в Америку совершенно без гроша денег и начали, как рыбу в воде, немножечко крутиться. Рапдовит, он решил заниматься пластиком, но денег вкладывать у него не было. Поэтому он покупал дешево, перепродавал дороже. И так копеечка к копеечке начал какой-то собственный свой бизнес. В месяце Кислеф, 63 года назад, когда это было, да, Ютед Кислеф, добрый вечер всем, Раби проводил у себя Итва Адут, встречу всех хасидов. И это была очень странная встреча, потому что Раби сделал что-то, что он обычно не делает. Он сказал, на этом фэрбрэнгене я хочу собрать деньги для того, чтобы мы увеличили построение. Если я увижу, если мне покажется, что чек, который вы выписали, он мал, я попрошу вас добавить денег. И сказал очень такую вот сладкую фразу. Не потому что мне нужны ваши деньги, а потому что я верю в обещания Всевышнего. Отдели для того, чтобы разбогатеть. И я хочу заставить Всевышнего показать вам свои чудеса и сделать вас богатыми. Проходят мимо него люди, дают свои чеки или пишут на бумажке, сколько они завтра-послезавтра в наличными принесут на постройку Кварахабада. И Рабдоби Дайч понимает, что это возможность, что сейчас он может сорвать куш, что он сейчас может выиграть в лотерею. Он пишет сумму совершенно для него неподъемную, 3000 долларов. Когда он проходит мимо Раби и дает ему эту бумажку, Раби поднял на него глаза и сказал, в 10 раз умножь. У Рабдоби Дайч, конечно, потемнело в глазах, у него не было таких денег, 3000 долларов для него тоже были огромными неподъемными деньгами, надо было там где-то ужиматься. А тут в 10 раз больше. Он побежал в банк, он взял суду. И из-за того, что у него не было своих накоплений, ему пришлось положить под залог свой дом и свой маленький бизнес. И он принес Раби чек на 30 тысяч долларов со спокойным сердцем, что сейчас рванет. Не прошло и недели. Эта история, ну, вся их семья знает эту историю, я извиняюсь, если вы ее уже слышали, потому что она очень такая мотивирующая. Мне кажется, каждый хаватник ее слышал. Но, если нет, я продолжаю. На следующий, через неделю ему позвонил поставщик, который обычно продавал ему по дешевке пластик и сказал, послушай, у нас на складе произошел пожар, срочно приезжай, возьми по большой-большой скидке тот товар, который немножко обгорел. Ты сможешь в серединке там что-то выкроить и тот пластик, который остался нормальный, продать. Он приехал с машиной, взял этот пластик, оказалось, что он почти не обгорел, занес к себе во двор. На следующий день ему звонит и говорит, послушай, я не могу найти людей, ни у кого нет денег, возьми, пожалуйста, фуру и приезжай, забирай все остальное. Он приехал, забрал все остальное, заставил свой, у него в магазине уже не было места, заставил свой двор. И то, что он заработал с этой сделки, это было 90 тысяч долларов. Первым делом он отнес в банк 30 тысяч долларов и 60, он написал чек Раби и сказал, Раби, то, что здесь произошло, это вообще не моих рук дело, это чудо, я понимаю, что этого бы не произошло, это деньги, принадлежащие вам. Раби посмотрел, сказал, это точно мои деньги? Он говорит, да. Тогда, пожалуйста, возьми этот чек от меня на 60 тысяч, вложи его в свой бизнес и я хочу быть с тобой компаньоном. Стоит ли говорить, что с тех пор семья Дайч известна в Хабаде как семья, которая помогает, которая строит, которая возводит, которая процветает благодаря этой истории. Чему она нас учит? Тому, что дздака – это возможность поставить Всевышнего компаньоном в нашу жизнь. Сказать Всевышний, все, что я делаю, от тебя это все. Сколько людей, не дай бог, лежат в больницах и не имеют возможности работать, у кого-то нет талантов, у кого-то нету семьи, у кого-то болезни, у кого-то все, что угодно. Всевышний, ты мне дал возможности, ты в меня вложил и сейчас я хочу тебе как компаньону отдавать, что мы отдаем, десятую часть от всего нашего заработка. И это единственное, если вы пойдете к какому-то аналитику и скажете, скажи мне, во что вложить, я не знаю, в какую-то пирамиду, в Эйвен, в биткоины, которые взлетают и падают со скоростью ветра. Никто вам не может ничего обещать. Почему? Потому что никто не предвещал корону. Только я хотела открыть свой маленький бизнес и слава богу, наверное, что я пока этого не сделала, потому что прогорела бы я со всеми своими идеями и не знаю, схватила бы у меня сил подняться. Единственное, кто нам обещает, что он нам отдаст, это Всевышний, и он говорит, испытай меня, что тебе стоит, я тебе обещаю, что бы ни случилось, ты отдаешь, я в тебя продолжаю как компаньона и в наш общий бизнес вкладывать. И, естественно, мы с вами хотим понять, как это возможно. Почему для того, чтобы разбогатеть, надо отдавать, для того, чтобы накопить, надо отделять. Нету ничего сложнее. В нашей жизни вот с моим мужем любимым недавно был вот такой вот случай, то есть не случай, а такое вот повторяющееся действие, когда один и тот же человек приходил к нам и просил Маасер, чтобы мы ему помогли на еду, на шаббат, не хватает. И, естественно, с Божьей помощью у нас была возможность, и мы давали этому человеку сколько могли, пока я не увидела жену этого человека, которая ходит с айфоном новым, которая ходит во всех вот этих вот надписях разных брендах, у которых дети одеты в брендах. И я поняла, что, наверное, это бизнес человека, и ничего ему не найду надо, а я ему, его жене новый айфон купила, я не знаю. И тогда ты задумываешься еще больше, твою маковку, взрослый мужик, иди работай, что я тебе должна отдавать деньги, почему я вместо того, чтобы купить своим детям игрушки, должна твоим детям покупать одежду, которую я своим детям не куплю, потому что это слишком дорого. И становятся у нас постоянно вопросы, что я должна свое отдавать. Ты встаешь в 6 утра, идешь за работу, твои дети сами готовят завтраки, обеды и ужины, потому что мама рвется на работе, зарабатывая эти копейки. И потом в конце месяца, когда вы получаете зарплату, чаще всего несоотносимую с усилиями, которые вы дали для зарабатывания этой зарплаты, вы еще должны достать десятую часть и отдать человеку, который весь этот месяц, то там поработает, то тут поработает, и ЕЦРРА у нас в голове начинает запихивать нам идеи, он того не стоит, отдай своим детям, отдай маме, отдай сестре, хватит думать о чужих людях, пусть они сами заработают. И я вас прекрасно понимаю, но я очень надеюсь, что после этого урока вы все сможете, захотите и сделаете эту невероятную заповедь. А мы с вами продолжаем. Когда мы вкладываем с вами, например, отдаем налоги, то мы чувствуем, что в какой-то мере налоги, они к нам возвращаются. В конце у нас есть дороги, я живу в Израиле, если бы я жила в Украине, я бы такого не говорила. У нас есть образование, у нас есть бесплатная медицина, то есть когда ты отдаешь государству какой-то процент, то ты понимаешь, что ты с этого еще как-то заработаешь. Тем более подумайте, что если у человека маленькая зарплата, ему сложно дать. Несмотря на то, что маосер маленький, но и зарплата маленькая, ты каждую копейку считаешь, ты думаешь купить сыр или не купить. Съесть курицу, там, я не знаю, посреди недели или оставить на шаббат. Сложно, когда у тебя большая зарплата, ты тоже понимаешь, слышишь. Да такой маосер, как это можно такую огромную сумму отдать. Стопэ, ребята, сейчас во всем разберемся. Глоток. Я нашла письмо Раби, очень, на мой взгляд, подходящее к теме нашего урока, где Раби получил от какого-то человека чек на постройку школы, и Раби ему в несвойственной форме, чтобы вы опять же не подумали, что у нас Раби, который со всех брал деньги. Нет, Раби каждый день, каждый раз стоял и давал доллары, давал, давал, давал. Наш Раби единственный, который не брал деньги, отдавал. Но, когда он получил этот чек, он написал в письме ответному этому человеку, почему ты жалеешь Всевышнего? Ты боишься заставить Всевышнего дать тебе много? Ты думаешь, что у Всевышнего нет денег дать тебе? Иначе я не понимаю, почему сумма в этом чеке настолько мала. И пишет дальше, у Всевышнего есть две дороги дать человеку деньги. Первая, это сначала он дает человеку деньги и смотрит, как человек отделяет десятину. И вторая дорога, это когда человек дает больше, чем он может, и тогда заставляет Всевышнего не остаться в долгу и заплатить ему, потому что он это четко обещал. Окей, я хочу с вами поговорить немножко про философию отдачи и как заставить себя, как понять смысл. Если мы говорим на иврите, что слово «цдака» — это однокоренное слово «цедак», справедливость, то какая справедливость может быть в отдаче заработанного мной чужому человеку? Ответ на этот вопрос я нахожу у Рамбама. Рамбам пишет у нас какую-то невероятную вещь, на которую нет комментатора, который бы не задал этот вопрос. Итак, секунду. Нам кажется, на первый взгляд, в нашей недельной главе, когда мы читаем Рамбама, что он забыл пасук Истора. Забыл. Он говорит. Первый человек, кто отделил Моасеру, был Ицхак Авино. И тут приходит... Мой сын может подойти и сказать, мам, так мы же на прошлой недельной главе, Блэх-Лэха, ты нам рассказывала, что Авраам Авину был на войне, помните? Четыре царя против пяти, они победили. Авраам возвращается с огромными богатствами еще, которые он с Египта взял. Вообще, это был один из самых богатых человек, людей в мире. Он возвращается, встречает царя Коина Малки-Цедека и отдает ему десятину от всего, что у него было. Не от зарплаты, от цены на дом, на собственность, на коз, на овечек, на все необходимое. Все, что у него было, от этого всего он посчитал и отдал десятину Малки-Цедеку. Огромная сумма, огромная. Мы можем сказать, вау, Авраам, красавчик. Вот молодец, вот даже не посчитал копейки, не подумал, оставлю, не оставлю, умничка. Приходит у нас Арамбам и начинает в своей книге перечислять хронологию, как еврейский народ получал заповеди. Окей? И он пишет, первые шесть заповедей были даны Адаму. Если вам будет потом интересно, я вам скажу, какие шесть заповеди у нас были даны Адаму. Седьмая заповедь была дана Ноху, не кушай от живого. Дальше у нас был Авраам, который заповедан в Анбыл на обрезание, и он установил утреннюю молитву Шахариф. Потом пришел Ицхак и сделал нам, отдал нам заповедь отделять Маасер и установил дневную молитву Минха. И дальше у нас есть Яков, который гидан на шее, вечерняя молитва. И потом пришел Маше и спустил для нас всю Тору. И все мы спрашиваем, Рамбам, перед тобой открыта Тора, открыт Талмур. Ты знаешь наизусть все книги. Как можно сказать, что Ицхак был первый, кто отделил Маасера? Причем у нас даже не сказано в той, что он отделил, у нас есть только намек. Если Авраам четким текстом, я вам открою, лыхлыхая, написано, отделил он десяти дукоину, про Ицхака мы учим только из комментариев, я вам сейчас скажу каких. И несмотря на это, Рамбам все равно гнет свою палку и говорит, нет, Ицхак нас этому научил. Авраама я вообще не упоминаю Авраам, там обрезание, какие-то свои молитвы, гостеприимство, все это. Маасер Ицхак. Откуда он узнал, что Маасер отделил Ицхак? Вообще, несмотря на то, что Ицхак, он жил дольше всех наших праотцов, Ицхак жил 180 лет, Авраам 100, я сейчас подстрою, 175, Яков 147, про Ицхака меньше всего вообще в Торе написано. Ему посвящена отдельная наша глава, я, круг Исава, что происходит. Сам Исав у нас, ой, Исав, извините, Ицхак. Сам Ицхак очень скромненько у нас вообще, ясно о нем. Ну, что мы знаем, что у него был тяжелый период в жизни, был голод, он со своей ривочкой спустился в Газу, в Палестину, потому что там не было голода, и он там, мы хотели забрать жену, закрыли все их бизнесы, колодцы, которые у них были, все закрывали, в конце концов, с тяжелым сердцем, ему дали там, он купил кусок, надел земли, и начал там сажать. И написано, что когда Ицхак собрал свой урожай, было там в 100 раз больше. Если вы знаете, в Иерусалиме есть такой район, очень религиозный, ультра-ортодоксальный, который называется Ме-Ша-Рим. Так вот, Ме-Ша-Рим именно в нашей недельной главе. В 100 раз его урожай был больше, чем он ожидал. И опять приходят у нас комментаторы и говорят, стопе, в иудаизме есть четкое правило, которое каждый из нас знает. На скрытой вещи лежит благословение. Не надо пересчитывать деньги каждые 5 минут, лазив в свой кошелек, не надо пересчитывать вас, сэр, оставьте деньги в покое, зарабатывайте, наслаждайтесь ими, знайте примерно, сколько у вас есть, но не надо вот это вот пересчитывать. Вот эти вот всякие, знаете, как это называется, то, что продают евреи с большим носом, считают монетки для того, чтобы на богатство, да, сгула вот эта вот вся нееврейская тема. А еще не наша тема, мы не считаем деньги. Почему? Потому что тогда мы не даем Всевышнему возможность сделать для нас чудо. Вот я на своей шкуре реально это почувствовала, когда у нас дома, слава богу, есть конвертик с десятиной. Перед тем, как вообще мы что-то идем тратить, мы сначала отдаем десятину, кладем в конвертик, не считаем, не смотрим, и когда человек приходит, мы ему из этого конвертика достаем деньги. И было такое, что моя бывшая одноклассница написала и попросила деньги на лечение малыша, чтобы у него была рваж, лима, с божьей помощью. Я просила, думаю, блин, у меня нету столько массера, у меня там даже нету. Я не знаю, сколько, но там должно быть и меньше, потому что я уже это отдала и тому, и тому, и тому. Я говорю, Всевышний, я не считаю, сколько там. Сколько там есть, столько я и дам, сделай, пожалуйста, чудо. Я открываю конверт, и там ровно та сумма, которую я попросила девочка. И я прям тогда поняла, что на скрытой вещи лежит благословение. Почему женщина до пятого месяца беременности не принята рассказывать? Потому что когда люди обсуждают, когда считают, почему евреев не принято считать, тоже против дурного глаза. С их глаза. И тут приходит наш Ицхак, и считает, пересчитывает себе что-то так, сколько у меня тут взошло колосков, это, 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 вау, сто раз. Спрашивают, почему он это делает. Да все просто, потому что перед тем, как он сажал, он посчитал, сколько он должен будет от посеянного отделить десятину. Когда он увидел, невооруженным глазом было видно, что взошло больше, он начал считать, сколько от этого я должен отделить. И он насчитал ровно в сто раз больше у него взошло, чем он ожидал. То есть, если он планировал, вот сейчас я с математикой боюсь, отдать тысячу долларов в дздаку, то сейчас он должен отдать сто тысяч долларов в дздаку. И это уже сумма, которая дважды подумать. А он не думал. Он сказал, и он сделал. И вот это вот, что он посчитал и увидел, что в сто раз больше он собрал, это и есть намек на то, что он сделал это для того, чтобы отделить массу эрв. Но, опять же, мне непонятно, а что Авраама забыли? Скажите, Авраам отделил от всего? Ицхак отделил только от того, что он посеял? Он вообще не считал свои там козы, овцы и дома, которые у него были на тот момент. Чего? Ицхак красавчик. А Авраама мы вообще забываем, как будто он эту заповедь не исполнил. Извините. Ответ мы находим в другом пасуке, когда написано, что Ицхак любил Эйсава, своего сына, за что? За то, что он его кормил тем добычей, которую он добывал на охоте. Извините, я уже начинаю. Очень логическая цепочка урока. Сложная. Хочется, чтобы вы были со мной. Вы со мной? Вы пока понимаете? Все, ловите? Если что, пожалуйста, пишите один и остановись. Объясни. Мне очень важно, чтобы вы были со мной на одной волне. Итак, написано, что Ицхак любил Эйсава, потому что он его кормил. Как вообще такое возможно? Человек, который не видит ничего материального, вдруг ему кайфово, что ему вечером приносят стейк, такой хороший, прожаркий, с ним кушают вместе. В чем был, в чем поэнта? Эйсав, он был хевроман. Он был человек, с которым хорошо общаться. Он очень любил... Он такой был балагонист. То есть, когда они утром выходили, мама им давала обоим сэндвичи, я не знаю, стаканчик чая с собой. Яков шел в Гешиву, Эйсав шел в лес для того, чтобы хватать экшен, убивать животных, снимать с них шкуру, возвращаться домой весь в крови, принимать душ, одевать свои одежды особенные и заходить к папе для того, чтобы сказать, Папа, я сегодня был в Гешиве, что я учил, что я слышал, ты не понимаешь. Меня смущает, что нету комментариев никаких. Я точно в эфире. Напишите, пожалуйста, если вы меня слышите, то не... Ненормальна ваша неактивность, как обычно. Я пока продолжаю, надеюсь, что все с связью у нас хорошо. Сейчас, секунду. И папа ему говорит, Милый мой сын, что вы учили, что вы разбирали, что сегодня учитель вам говорил? И Эйсав сказал, слушай, папа, мы сегодня разбирали тему про Моасер, про Десятину, и я хочу у тебя спросить один вопрос, с которым я не могу разобраться, сложно мне его понять. То есть Эйсав точно знал, где чуткая сторона Ицхака, он знал, что он обожает, и он тот, кто дал нам этот Моасер, как Митсву. И он понимает, где чувствительная зона, чтобы папе сделать приятно. И он говорит, нам говорили в Гешиве, что не надо отделять Десятину от соли и соломы, а я с тобой хочу обсудить аллахический вопрос, как все-таки мне отделить. И папа сказал, вау, какой у меня сын, какой молодец, гаон, гениальный вообще мальчик. В моем случае, если ко мне придет сын и скажет, мама, как отделять Десятину от соломы и соли? Я скажу, Элька, ну уж, а вы что, не учили в Хейдере? Не надо отделять. Это не то, от чего отделяют. То есть я посчитаю, что он сглупил, задав этот вопрос, а Яков, наоборот, считает, что этот вопрос гениальный. В чем кроется смысл? Тот, кто слушал мой прошлый урок, который набрал безумное количество просмотров и лайков, я вам предлагаю вернуться, потому что ровно год назад я обсуждала тоже очень, мне кажется, трогательную тему. Но мы там с вами уже пришли к выводу, почему этот вопрос ему показался таким глубоким. Потому что Исаф другими словами ему сказал, как отделять мансер от соли. От стоимости соли в магазине, то есть если она стоит 5 шекелей килограмм, а у меня есть возможность, я хочу отделить мансер, значит, я даю 50 копеек, да, мансера. Или от того, какой взнос она приносит в блюдо. И теперь скажите вы мне, ложка соли в крутом ресторане может стоить 500 шекелей. Это значит, что если вы заказали самое крутое блюдо в самом дорогом ресторане, и шеф-повар забыл положить туда ложку соли, вы можете это блюдо возвращать, оно несъедобное, и тогда эта ложка соли возрастает в цене в сотни тысяч раз. И Исаф тогда спрашивает, от чего мы отделяем, от какой стоимости, от той, что соль в магазине продаётся, или от того, какой взнос она даёт любому блюду. То же самое солома. Солома мы можем пойти, я не знаю, сделать красивую фотосессию на фоне соломы, нарвать себе, я не знаю, она стоит дёшево, или от того, что из этой соломы мы можем произвести, и потом за какие большие деньги это продать. Другими словами, кроме того, что он был хитрый, мать его Исаф, так, извините, так он сказал, папа, я хочу продолжать то, что делал мой дедушка. Ты отделял десятину только от того, что ты собрал. Я хочу отделять десятину от всего. Авраам отделял от всего, и я буду отделять от всего, и даже я ещё стану лучше. Я буду отделять и от соли, и от соломы то, что не сделал Авраам. Тут мы опять с вами задаём вопрос, чего Рамбам игнорирует то, что сделал Авраам, и так нам выпячивает эту заповедь в лице Ицхака. Первая идея, которую я учу из этого комментария Арамбама, что Дзхдако — это бизнес. Дзхдако — это принять, что у всего, что я делаю, есть компаньон. У всего, что я делаю, есть кто-то, кто помогает. Я от себя встаю утром, думаю, что я сделаю, куда я направлю свою энергию, я питаюсь правильно для того, чтобы энергия была, я живу в правильном месте, где я могу больше всего реализовать свой потенциал. Но кто делает основную работу? Кто сводит меня с нужными людьми? Кто делает тайминг, чтобы я оказалась в нужном месте, в нужное время, с нужным человеком, и весь мой бизнес начал расцветать? Вот, сказал один человек, я с ним очень согласна, что кто больше всего видит, что Всевышний, он реальный компаньон, богатый человек. Чем богаче, тем он больше понимает, что собственными символами до такого нельзя было дойти. Чем я отличаюсь от еще ста других шмуликов, которые работают на наемной работе, на зарплату в 5 тысяч шекелей и не могут продвинуться дальше, а я что не открою? То у меня здесь взлет, здесь взлет, там открыл, тут продвигается. Есть компаньон, который тебя направляет. Идзака – это возможность отплатить нашему компаньону не 50%, как это работает в жизни, а всего 10%. И в этом заключается цедек, справедливость. В моем бизнесе есть второй компаньон, и справедливо, чтобы за всю ту работу, ежесекундную, которую он делает, я отдам ему от нашего общего заработка 10-ю часть. И почему Ицхак? И здесь становится понятно. Ицхак – он первый, кто включает эту веру, что бы со мной ни было, что бы со мной ни происходило, в каком бы кризисе я ни находился, Всевышний со мной, он меня не отпускает ни на секунду. И это то, что он нам пытается сказать Рамбам, приводя Ицхака, как символ того, кто отдает десятину. Потому что что случилось с Авраамом? Да с Авраамом вообще нереальная вещь. Он побеждает царей. Он выходит против четырех царей, которые только что победили пять царей. Он не несет с собой гробы своих солдат. На нем самом нет ни одной царапины. Он возвращается оттуда со всем, чего он хотел добиться, он добивается. И, конечно, на всем вот этом вот, вау, подъеме, да любой бы отдал. Такие чудеса, такие прострации, такие вообще вещи. Да возьми хоть двадцатую часть. Каждая из нас понимает, что… Ну вот я вам скажу, там, кто у нас? Авраам, Наталья, Вера. Вот вы сейчас выигрываете в лотерею миллион долларов. Вы отдадите десятину? Вы скажете, конечно, отдам, вообще с неба упали деньги. Да я и двадцатую часть отдам, только чтобы эти деньги как-то ко мне попали. И Рамбам приходит и говорит, это не наш случай. Авраам не может быть для нас примером, потому что все мы сейчас находимся в периоде, где у нас корона, где мы должны регистрировать себя по безработице, где все бизнесы падают, все магазины закрыты. Мы думаем уже ни во что одеться, никуда поехать отдыхать, а как прокормить семью. И тогда, сидя на своем месте, в карантине, каждый в своей стране, мы оборачиваемся на Авраама и говорим, ясно, что он дал. И я бы на его месте, да, мне надо быть большим бизнесменом и большим праведником, чтобы когда тебе на голову сыпятся миллионы, ты отдавал десятину от этого. От кого простые люди, как мы, должны учиться? От Ицхака, который был выселен из своей страны из-за голода, который сидел в чужой стране, которая его ненавидела, которая закрыла все его бизнесы. Он вместо богатой жизни получил поле, на котором сам копал, сел, вспахивал. И несмотря на все это, до того, как произошло чудо Мэша Рим, он уже знал, сколько он отделит от этого урожая Всевышнему. И это вера, которая должна быть в каждом из нас. Он символ, он показатель, он для нас путеводная звезда, как надо отделять. Когда хорошо, любой может. Даже если это большие деньги, у тебя по накатанной уже идет. Так, здесь бизнес, здесь, здесь вложилось. А когда каждая копейка? Мы сейчас с вами обязательно в конце урока поговорим, от чего отделяется Маасэр. Не надо сейчас в голове думать, что вот я получаю зарплату 5000, значит 500 мне надо сейчас отдать. 500 это огромные деньги, как я их отдам? Подождите, по поводу Аллахи мы с вами поговорим в конце урока, кто останется. Сейчас я хочу вас вдохновить и показать вообще смысл, обратную сторону всей этой заповеди. Итак, первое, мы с вами сказали, чему Рамбам нас учит, что Цзака это включить Всевышнего в наши компаньоны и дать ему законную его долю. Секунду, чтобы не это. Окей, дальше. Всё, вы можете сказать, Одина, красиво стелишь, готова отделять, но вопрос остаётся открытым. А почему отделять бедняку? А почему отделять чужому? А почему отделять человеку, который может пойти работать так же, как и я, и он сам может давать Маасэр? А почему не дать эти деньги мне? Я дочка Всевышнего. Почему? Вместо того, чтобы раздавать другим и самой нуждаться в помощи, потом, не дай Бог, я могу это забрать себе. Где справедливость отдавать незнакомым людям часть своего честно заработанного нажитка? И это вторая. Я вижу, что с интернетом проблемы. Скажите, если вы меня слышите. Что-то оно... Напишите, пожалуйста, комментарий. Если вы слышите, вообще комментарий не вижу и выключается и включается заново. Не понимаю, что делать. Ладно, давайте так. Я буду продолжать делать свою работу. Я надеюсь, что оно все работает. Я потом увижу ваши комментарии. Итак, дальше. Идея сладкая, которая дает... Прерывается. Да, да, слышно. Все, спасибо большое. Только сейчас начала получать. Спасибо. Второй, вторая сторона монеты Десятины и цдаки. Всевышний изначально дает нам заработать на 10% больше, чем мы должны были заработать. У Всевышнего есть... Спасибо большое, спасибо. Все, вижу, слышу. У Всевышнего есть обязанность, есть желание, есть обещание, что все находящиеся в этом мире будут им накормлены и напоены с его раскрытой руки. Он не может нам сейчас давать ман небесный, еда не может сейчас с куропатками падать нам на голову. Чудеса пока закончились. Всевышний пытается природными, возможными способами накормить бедняков. И тогда что он делает? Благословенно он. Он человеку дает на 10% больше и говорит, кто-то параллельно в эфире. У нас было такое, что с Россией, по-моему, нас перевели время, у них нет, и сейчас одно на другое накладывается. Оставайтесь со мной. Секунду, на чем мы остановились. Окей. Всевышний говорит, я не могу посылать ман небесный, поэтому я сейчас тебе даю на 10% больше и ты мой вот этот заработок. Вместо того, чтобы сложить конвертик и положить в стену плача и сказать Всевышний, отправляю тебе отличный месяц был, надеюсь, следующий будет лучше, Всевышний говорит, не надо мне, отдай моим детям мой процент. Я тебе еще даю больше. Пожалуйста, дай это тому, кто нуждается. И сейчас мы понимаем, почему дзнака это сгула для богатства, потому что все, что делает сейчас Всевышний в вот этих денежных вопросах, он ищет себе компаньонов. Сначала мы Всевышнего ставим в компаньон, а сейчас Всевышний говорит, мне нужны люди на земле, мне надо через кого давать эту десятую часть. И когда человек отделяет от себя десятину, он другими словами говорит, Всевышний, я честный рабочий, ты через меня послал, я отдам. И тогда Всевышний говорит, мне нужны такие люди, как ты, продолжай это делать, я тебе буду давать больше, чтобы ты мог накормить не одного бедняка, а двух, от трех, от четырех. Рассказывается история, ну, естественно, на самом деле, про человека, который зарабатывал немного, постоянно одеял массы, и тут у него дела пошли в гору, он там заработал, тут заработал, он продавал одежду, он уже купил фабрику, которая производит эту одежду, он уже купил фуры, которые будут разводить эту одежду, он уже купил бензоколы, бензоколы, как это называется, станцию, в общем, он стал вообще крутым бизнесменом, и он завел себе бухгалтера, и этот бухгалтер не был настолько богобоязненным, он постоянно говорил, ладно, если ты отдавал тысячу долларов в десяти, но если ты отдавал десять тысяч долларов в десяти, но сейчас, когда мы доходим до сто тысяч долларов в месяц, посчитай, сколько это будет в год, хватит, остановись, мы эти деньги можем вложить, и еще больше купить, и еще больше заработать, и тогда когда-нибудь ты будешь отдавать, и он подумал, реально, сто тысяч долларов в месяц, я кормлю весь город, пусть и другие сделают эту заповедь, и он стал отделять все меньше и меньше, и бизнесы начали закрываться, и приносить прибыль все меньше и меньше, и когда он пошел к Равину посоветоваться, Равину ему сказал, то, что я сейчас вам говорю, все легче, чем мы думаем, когда Всевышний видит, что мы честные компаньоны, и эти десять процентов мы не хватаем себе, а мы честно их передаем тому, кому Всевышний эти деньги через нас передал, он говорит, с этим человеком можно работать, с ним можно иметь дело, я хочу через него давать столько, чтобы он кормил еще и еще и еще людей, и чтобы все знали, что к нему можно обращаться за помощью, и чем больше людей будет обращаться к нему, тем больше я ему буду давать, подумайте, мы можем заработать миллионы, отдавая всего десятую часть от того, что мы зарабатываем, только показывая Всевышнему доверься нам, мы сделаем свою работу, ну что, мне жалко, столько вокруг людей, которым нужна помощь, я не помогу, помогу, Всевышний, давай через меня всю цдаку, пожалуйста, продолжаем, в гморе тоже приводится интересная история, написано, что рассматривается вопрос, когда у отца есть 10 сыновей, он написал свое завещание, и все деньги он завещал одному сыну, и тогда гмора говорит, что здесь не может такого быть, что-то здесь нечисто, если случается такая история, то надо ее лохфор, как это, углубиться в нее, посмотреть, что может папа хотел сказать этим, не может быть, чтобы папа любил одного сына, если бы он половине дал, половине не дал, тут понятно, эти красавчики, эти лошмондеи, все нормально, кто заработал, кто не заработал, но когда из 10 дают одному, нелогично, не может папа не любить своих детей, и тогда приходит мудрецкая, верная, он имел в виду, что этот сын, он самый взрослый, он самый умный, и он сможет распределить эти деньги, когда младшие братья и сестры, может быть, станут совершеннолетними, там приводится еще разных, очень много вариантов, что имел в виду отец, когда давал деньги только одному из сыновей, из этой истории мы учим тоже интересную вещь, то же самое делает Всевышний, он дает кому-то одному на хранение и говорит, этот не умеет зарабатывать, этот умеет замечательно, он целыми днями сидит в Ешиве, учит Тора, и он держит этот мир своими молитвами, не каждый должен быть богатым, не каждый из 10 сыновей отца должен уметь пользоваться деньгами, вкладывать, не потерять, наслаждаться ими, не начать, я не знаю, в казино играть, и тогда дают одному сыну и говорят, ты распределяй, ты дай, этому, кто учится, этому, кто играет в казино, ты ему не деньги давай, ты ему карточку в супер дай, а этому одежду для детей купи, потому что не может он тратить на одежду, вот была у нас одна девочка просто, ну вот не тратит деньги на одежду, ей кажется, что с любой одежды ребенок вырастет, любую запачкает, поэтому я ей не даю деньги, а я иду и покупаю ее детям одежду, это мое видение, как я этому человеку могу помочь, и так с каждым, были люди, которым не напрямую мы давали маосера, мы платили непосредственно на врачу, потому что мы не понимали, как эти деньги будут потрачены, есть главный сын, через которого Всевышний дает заведомо больше на 10% для того, чтобы он раздавал их и хозяйничал. Есть одна история, она связана с папой раввиной России Берлазара, его отец очень долгое время, один из самых таких старых пожилых шалехов раби, посланников раби в Милане, к нему пришел один беженец, сейчас, секунду, беженец с вопросом, он сказал, что он еврей, соблюдающий заповеди, бежал из Ирана, и здесь он в Милане решил открыть магазин с украшениями, и он не знал, как все происходит, сколько надо отдавать налога, и на него подали в суд, и сейчас хотят забрать бизнес, и вообще катастрофа, он не знал, что делать, он обратился к рабмошу Лазару, и он сказал, напиши письмо рабе, как это, с такими вопросами пишут рабе, и тогда еще было начало, только времен, когда посылали факсом, он послал факсом рабе письмо, и факс назад не пришел, он не понимал, что делать, пока в один прекрасный день он не получил обычное письмо от рабе, по обычной почте, он его открывает и видит там чек на 1000 долларов, и больше ничего, он думает обычный рабе там собирает деньги на что-то, или если он дает, он дает по одному доллару, что за чек, что мне с ним сделать, где в этом чеке кроется ответ на мой вопрос, и тогда он понял, этот чек надо вложить, и он сказал своему секретарю, пожалуйста, пойди в банк, она сказала, это невозможно, это чек из Америки, он долларовый, мы не сможем его за несколько дней завести на счет, и он сказал, ты получаешь зарплату в несколько раз больше, чем остальные, кто занимает такую же должность, ты делаешь все возможное, ты не выходишь из банка, пока этот чек не лежит у меня на счету, и произошло чудо, и эти тысячи долларов положили на счет, и на следующий день вошел в их фирму адвокат, и он предложил какую-то идею выхода из этого кризиса, ничего нового, он не предложил все, что предлагали адвокаты до этого, но он настолько показал, что он знает, что он уверен в том, что он говорит, его наняли, он вывел это дело, и этот бизнес до сих пор процветает уже второе поколение, к чему это я, к тому, что когда мы Всевышнему говорим, что мы готовы отдавать, мы готовы взять себя, себя Всевышней, компаньоны, взять твой чек положить к нам на счет, и мы готовы потом отдавать, делать твои указания в этом мире с помощью этих денег, нету ничего более стоящего, более стопроцентно работающего, чем эта схема, и она настолько мы сейчас понимаем логическая, мы настолько понимаем, что цдакар это цедак, что нам дали изначально больше, что Всевышний крутит нашей жизнью так, чтобы мы находили возможности, связи, идеи для того, чтобы строить бизнесы, и как можно не давать массы. А на этот вопрос, как можно не давать массы, я вам сейчас скажу ответ. Вы видите, те, кто уже много слушает мои уроки, слава Богу, уже пошел второй год непосредственно на этой платформе, что я никогда, никогда, никогда. Не рассказываю вам аллахот, законы, заповеди. Почему? Потому что если я не знаю, кто вы, мой зритель, на каком уровне соблюдения вы находитесь, я не имею права говорить вам, значит так, соблюдай шаббат, не езди на машине, не слушай, не говори по телефону, потому что с той минуты, когда вы это знаете, вы уже обязуетесь это делать, и на вас уже падает такой как бы грех, что вы знаете и не делаете. Лучше не знайте, пока вы не дошли до уровня, что вы скажете, я хочу изменить свою жизнь, я хочу идти по Торе, один, а научи, или любой другой лектор, круче меня, их много, тогда вам можно говорить аллаху. Сейчас меньше знаешь, крепче спишь, но все-таки есть какая-то аллаха, которую сегодня я бы вам хотела дать, потому что она облегчающая, естественно, что у вас сейчас возникли вопросы, от чего отдавать, сколько денег отдавать, а если у меня не остается зарплата, а если я отдам и сам пойду просить сдаку, стоит ли мне отдавать, в общем, если мы идем с вами по сухому закону, то десятина отделяется после того, как вы это когда сложно, то есть я сейчас не говорю вам закон, я говорю, что когда у человека сложность, корона тайм, когда каждая копейка на счету, можно, я слышала, так говорят многие раввины, я сама непосредственно получала такие ответы, после того, как мы заплатили за квартиру, заплатили за газ, заплатили за свет, и за учебу детей, и за еду, с той суммой, которая остается у нас, мы отделяем десятину. еще я слышала ответы раввина, когда он говорил, если совсем плохо, то тогда женщина может в эти расходы включить няню, которую она берет для того, чтобы выйти на работу, новую одежду, потому что без нее она не выйдет на работу, и уже с этого остатка дать массы. И мы можем в принципе законными способами дойти до ситуации, когда мы не будем отделять массы, когда у нас не останется, если мы начнем с вами искать законные варианты, убрать, я не знаю, вот сейчас ешива для детей стоит тысяча долларов в месяц, плюс еще общежитие, еще тысяча долларов в месяц, плюс ему на еду посылать еще 500 долларов, вот две с половиной тысяч долларов вообще никуда не уходит, например, да, у меня еще нет сына в ешиве, и тогда реально люди живут в минусы, еще должны отдавать массы, можно говорить с раввином, один раз Раби написал, что можно отделить массы от массы, то есть взять один процент от той суммы в десяти, на которую вы должны были отделить, и один процент от заработанного дать, заработанного, но что, говорит Раби, мы должны понимать, особенно после этого урока, я надеюсь, одна очень важная вещь, десятина это привилегия, десятина это возможность, десятина это секрет, как мы можем стать богатыми, и тогда мы с вами не будем искать варианты, как не дать, Раби говорил, отдай один процент хотя бы, дай то, что можешь, то, что реально не сделает тебе минус в банке, дай хоть что-то, остальное записывай, правда, вы не жалеете Всевышнего, как сказал Раби, запишите, значит, с этой зарплаты, например, пять тысяч шекелей, дай бог, чтобы вы все зарабатывали в десятки раз больше, я каждому из вас желаю быть посланниками Раби, отдавать десятину и кормить бедных во всем мире, например, пять тысяч мы берем, да, пятьсот шекелей это десятина, а у вас нету, вы можете дать в этом месяце только сто шекелей, вы даете сто, а на бумажке, которая написана мой маосер, моя десятина, красивая рамочка, цветочки, букашечки, пишите, долг Всевышнему за август 2020 400 шекелей, 400 шекелей, долг сентябре 500 шекелей, Всевышний я хочу давать, я хочу быть твоим посланником, я хочу, чтобы ты через меня передавал все эти деньги, я хочу отдать, ты сам видишь, что у меня нет возможности, но даже, когда у меня нет возможности, я делаю все возможное для того, чтобы ты смотрел на меня и говорил, ему можно доверять, он крутой, я его уже проверял много раз и в сложных ситуациях, и в легких ситуациях, и с деньгами, и без денег, он всегда находит возможность быть моим посланником, и поэтому я хочу вам пожелать, чтобы вы верили в свои возможности, так же, как Всевышний верит в нас, для того, чтобы мы были искренне, честными посланниками, чтобы мы все имели возможности отдавать здаку, чтобы у нас открылось сердце, открылся карман, чтобы мы стали помогать друг другу, и от этого никогда в нашем кармане не будет дыры. Искренне вам желаю уже с сегодняшнего дня посчитать, сколько вы хотите отдать Всевышнему, сколько вы хотите, чтобы Он вам давал. Я когда прошу Всевышнего, ну, естественно, у меня есть молитвы, связанные с материальными благами, почему нет, у меня еще есть много мечт, которые я не реализовала и не исполнила, я не говорю Всевышнему, сколько я хочу заработать, я или мой муж, я говорю Всевышнему, дай мне, пожалуйста, возможность отдавать такую-то, такую-то сумму на десятину, и дай Бог, чтобы у нас такая возможность у всех была. Я вам желаю хорошей недели, шаббат шалом, недельная голова Толдот, делайте выводы, приближайтесь к Торе, я с вами. Пока!